Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всем привет! Это шоу Украины чудес и мы иллюзионисты братья Сафроновы Мы откроем для вас новую Украину Украину, в которой необъяснимые магические вещи происходят прямо на улице То, что мы делаем, называйте как хотите Наша задача вас удивить Смотрите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы появились в Харькове, и даже шокирован, огромная толпа поклонников нашего шоу Украины чудес окружила нас Плакаты с признанием в любви Подарки У меня было полное ощущение, что нас встречали как легендарную рок-группу Я их всех люблю МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Харьков – город, который сами харьковчане называют первой столицей Украины А это ЖД-вокзал, через который в первую столицу съезжаются люди И еще это место, где в любое время суток можно встретить благодарного зрителя И где свой багаж нужно держать очень крепко Например, так, как мы вам сейчас покажем Добрый вечер! Здравствуйте всем! АПЛОДИСМЕНТЫ Для этого трюка нам понадобится красивая девушка с сумкой И ее сейчас выберет Андрей Да! Прям так выбрать можно? Легко! Привет! Я Андрей Лера Очень приятно, у тебя очень классная сумка Да? Одолжишь нам? Да из-за чего? Иди сюда, сейчас расскажем Подходи сюда ближе Ну давай, чуваки Давай-давай Нет! Так просто нет Да не бойся ты Да ладно Не бойся, мы вернем тебе ее в целости сохранность Честное слово Вот здесь я был бы осторожен И не доверял бы Андрей Андрей, включай все свое обаяние Да дай нам поиграть Ай-дай Как в мире животных Такие брачные игры, знаешь Сергей, а вот ты Отдай А вот ты дай нам курточку свою Поиграй со мной Отдай 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 Надеюсь, этот фокус короткий А то я сейчас замерзну уже Держи Смотрите внимательно Иди ко мне сюда Давай еще раз все покажем Этот трюк-головоломка Сразу предупреждаем Причем твоя головоломка Да? Да Я тебя предупреждал Попробуй снять сумку С этого столба фонар Реально Может быть через верх Как-то получится Не переделай Там бесит Ну, Лерочка Не расстраивайтесь Мы желаем вам удачи Хорошего настроения Пробуй, пробуй Что получится Я купила сумку себе Перед Новым годом Там ценные вещи Что надо теперь делать Ну, как мне ее снять Теперь Я теперь фокус Ну, что теперь делать Придется милицию подключать Девушку Жалко Без сумки осталось Я обожаю братьев Сафроновых Так круто, что они приехали в Хайраков Зрители теряются Когда чудеса происходят С их собственными предметами Сумка на фонаре Это трюк Который может сделать любой Нужно только разгадать Эту головоломку В тот день На вокзальной площади Мы собрали более тысячи человек Они не расходились И были с нами Весь день до самой ночи А те, кто не смогли приехать Присылали своих родителей С письмами и подарками И я хочу от лица Всей съемочной группы Поблагодарить всех Харьковчан За их поддержку И любовь Которую они нас окружили Украина, шутер Оператор разошелся Смотри, смотри, смотри Сам упал А камеру спас Спасибо огромное Вы супер! Спасибо огромное Спасибо огромное а на вокзале цыганка обворовала. Причем я знал, что они воруют, все прочее, обманывают. Мы шли с другом, и я остановился так из любопытства. Но думаю, я фокусник, и со мной такие номера не прокатят. Даю руку, она гадала-гадала. В итоге я пять тысяч в кармане не досчитал. И на сцену... Вали его! Классный город! А что делать? Хриковчане имеют привычку давать свои имена официальным памятникам. Например, памятник героям революции на площади Конституции. Хриковчане называют трое из ломбарда или трое выносят холодильник. У этой скульптурной композиции земного шара, насколько нам известно, народного названия еще нет. Зато этот летящий шар отлично ассоциируется с нашим следующим трюком. Не, я ожидал большего. А где скорость? Где то, что мы говорили? Сейчас вы должны констатировать, что большой мороз и это оборудование не рассчитано просто на такие температуры. Мы боремся, делаем все, что можем. Это вот максимально добились того, что вы сейчас увидели. Хотелось бы более быстрого приземления. Хотелось бы. Я-то думал, сейчас мы тут всех шокируем, такой экстрим покажем. А это... Полет мы можем... Мешок с песком. Полет мы можем... Здесь, сказать, ничего хуже. Больше. Но приземление у нас будет все равно... То есть вот это все равно баланс будет. Приземление медленное. Вот это проблема, с которой мы сейчас не можем побороться, потому что все густое, все смазки загустевают. Андрей, есть идея? Потому что то, что мы задумали, у нас не получается. Толпа стоит, народ ждет жажды чуда, а чуда нет. Тепла. А это уже магия какая. Пойдемте. Пойдем. Вот видишь, у человека есть идея. Мне нужна скорость, мне нужен адреналин, чтобы адреналин передался. Хочется пролететь. Что бы это могло быть? Давайте подумаем. Есть еще время. Давай подумаем. Не сдаемся. Это такая идея. Она близко в скорости. Толбанем? Помаленько. Тогда точно все получится. Ладно, парни. Парни, все тогда сворачивайте, у нас есть идея. Все. Нас часто спрашивают, бывает ли такое, что трюк не получается. Сегодня как раз такой случай. Сильный мороз вывел из строя оборудование каскадеров, и нам пришлось сходу придумать совершенно другой трюк. Ведь люди-то уже собрались. Она все замерзла. А вот тоже замерзли. Сегодня сбылась моя мечта. Я впервые ездил на квадроцикле. Впечатлений моря. И теперь я хочу купить себе точно такой же, потому что такие игрушки я, если честно, обожаю. Еще раз всем привет! Привет! Как у вас настроение? Здорово! Отлично! Вы готовы удивляться? Да! Тогда мы начинаем. Погода снова подкидывает нам проблем, но мы не сдаемся. И если мы задумали показать фокус с шариками, мы его покажем. Итак, у меня есть самый обыкновенный лист бумаги, который я сворачиваю вот в такой вот бумажный шарик. И тот, кто поймает и примет участие в нашем трюке. Поехали! Кто поймала, выходи! Кто поймала, выходи! Как тебя зовут, скажи! Настя! Не в рифму! Не знаю! Но все равно хорошо! Аплодисменты Настеньке! Настя, иди скорее сюда! Скажи, Настя, ты веришь в чудеса? Верю, конечно! Правда? Да! Ну что ж, тогда сейчас вместе с тобой мы покажем настоящее чудо для наших телезрителей. Ты готова? Да, готова! Разверни листочек. Андрей, прошу. Раз. А теперь на этом листке бумаги напиши все, что тебе захочется. Или можешь даже что-то нарисовать. Прошу. Как приятненько. Ах, как приятно! Потому что видели бы вы, что Настя написала. Я люблю саплонов. А, ну я чувствую, приятно было. Я же говорю, приятненько. А? Как приятно! Настя, спасибо тебе большое. Держи маркер. Теперь он твой. А я, друзья, этот листок бумаги снова сворачиваю в шарик. Теперь, Настя, держи его. Смотри, у нас есть специальная пушка. Внутри нее находятся более ста таких же бумажных шариков. Но они разноцветные. Сейчас я попрошу тебя аккуратненько положить свой шарик точно в центр нашей пушки. Да, да, можно прям вот так закопать. Вот. Вот. Вот с этого самого момента начинается самое интересное. Но прежде чем это произойдет, я тебя хочу спросить. Мы с тобой раньше не встречались и ни о чем не договаривались. Нет, только по телевизору вас видела. Только по телевизору. Хорошо. Хорошо. А теперь смотрите внимательно, что сейчас произойдет. Поехали. Да! Настя, иди сюда. Смотри. Смотри. Как это возможно? Впечатляет? Да. Круто? Молодца! Красавчик! Красавчик! Настя, я не на такое способен. Залезай ко мне. Ого! Читрюга какой, а! А это я оставлю тебе на память. Итак, это Украина чудес. Мы продолжаем удивлять вас дальше. Держись крепко. Погнали! Ну вот, Сереге все, а нам с тобой несет. Стой! Я видел передачу братьев Сафронова «Украина чудес» в Черновцах, когда один из братьев Андрей ловил монету зубами. Но сегодня в Харькове это было намного круче, масштабнее, эффектнее. Когда он поймал руками одну из многих бумажек, это было очень красиво, феерически. Мне очень понравилось. Такое я впервые в жизни вижу. Но это, наверное, способен только брать Сафронова. Это, по сути, фокус, это простой бумаги. Это просто... Я в шоке. Мне очень понравилось. Очень удивила сложность этого трюка. Так как среди всех этих бумажек нужно было поймать именно эту. Это действительно какое-то самое настоящее чудо. У-у-у-у-у-у-у-у! Было очень приятно, что он попросил нас расписаться в этом буклете. Ему не было жалко, что наш автограф может испортиться в этом буклете. Вот это для меня высшее похвало. Украина чудес. Чудеса на каждой улице. Харьков называют местом силы. А чтобы была сила, ее нужно постоянно подпитывать. Сейчас я вас подпитаю напитком собственного приготовления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет, девчонки. Привет, девчонки. Мы снимаем программу «Украины чудес». Как ваше настроение? Знаете, вас тоже нравится. Что вы пьете? Чай. Чай. А вот в этом бокале что? С коньяком. Чай с мятой. Чай с мятой. Интересно, какой чай? Это на Бразии. Просто красиво там стоял. И ты решил взять, попробовать. Отлично. А мы хотим угостить вас другим напитком. С кремом. Ну, не алкоголь, надеюсь? Нет, нет, ну что вы. Какого вы мнения о нас? Что это ты за тел, Илья, такой? Что за накопитель? Подумали, о том подумали. Еще недавно один из самых наших шокирующих номеров был, когда Сергей доставал нитку из живота. Но мы не стоим на месте и совершенствуемся. Пока я это делаю, давайте познакомимся. Я Илья, это Андрей, это Сергей. Не успел познакомиться, уже раздевается. Обратили внимание? А что он делает? Спроси у него, что он делает. Ух ты. А вы нормальные? Тихо. Сейчас, зазря я сейчас. Обещанный напиток вас уже ждет. Мне нравится, когда в номере есть неожиданный поворот, заставляющий шокировать зрителя тем, что он не был готов к увидеть. И, наверное, это не самый приятный трюк для восприятия. Но именно такие вещи, как бутылка из живота, вызывают у зрителя такую реакцию, что они открывают рты. И когда я вижу это, я говорю, да, сюрприз удался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА